Большинство из нас не доживает до того возраста, в котором вырабатывается ресурс сердца. С сердечно-сосудистыми заболеваниями все довольно хорошо. Главное вовремя понять, что нужно делать и начать этим заниматься. Высокий холестерин в анализах обязательно означает, что уже такие в сосудах бляшки есть. Холестерин – это не то, что мы наедаем из бургеров и откуда-то еще. Холестерин в большей степени обусловлены наследственностью. Сейчас, пока этих данных нет, но я так подозреваю, что большинство людей, которые болели ковидом, впоследствии или в момент болезни у них возникли сердечно-сосудистые какие-то катастрофы. Давление должно быть ниже, чем 120 на 80. Ну, желательно. Уж точно ниже, чем 130 на 85. Если оно выше, то это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тут важно понимать, кому противопоказана гормонозампетительная терапия. Она противопоказана курильщицам. Если вам говорят, что лекарственный препарат без побочных эффектов, значит, скорее всего, вас обманывают. Гиподинамия – это новое курение. Если человек не курит, но он не двигается, там его продолжительность жизни снижается. Это не только один бокал за ужином, это еще и обед, а иногда и шампанское на завтрак. И это в бытовой культуре укоренено. И ни о каком алкоголизме не идет речь. Небольшой объем жира в районе живота может создать проблемы со здоровьем. Друзья, здравствуйте. Сегодня говорим о здоровье сердца и сосудов с кардиологом Алексеем Утиным. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, Алексей, вы же тоже ведете свой блог, и он у вас посвящен не только здоровью сердца и сосудов, но вообще здоровью. Что именно вы популяризируете? В чем ваш главный месседж? Наверное, вот у меня нет такого прям ярко выраженного месседжа. Я просто занимаюсь тем, что мне интересно, узнаю на своем канале новое, в первую очередь удовлетворяю свое собственное любопытство. Ну и позволяю высказаться спикерам, которые хорошо разбираются в вопросе, и, может быть, другие люди что-то для себя почерпнут. Алексей, ну хорошо, сердце. Мы, в общем-то, все знаем, что курить вредно, что не заниматься спортом тоже вредно, что есть жирную пищу, и вообще лишний вес – это плохо для сердца, сердечно-сосудистой системы. Большинство владеет этим всем перечнем. С другой стороны, много таких, знаете, народных мифов про свое рабочее давление, про высокий холестерин и как его можно, не знаю, снизить с помощью какой-то диеты. Многие с появлением каких-то определенных симптомов идут в аптеку, спрашивают у провизора, назначают себе сами вот таким образом лекарства и годами живут. Не реагируют на вот эти первые звоночки и симптомы. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами сегодня сложили такой более системный взгляд на эти вопросы. Тем более это важно для нашей женской аудитории, друзья, потому что именно где-то в середине жизни, где-то 40-45 лет, женщина в силу разных причин чувствует вот эти первые звоночки нездоровья в этой системе. Вот что нужно знать об этом? Вот хотелось бы, чтобы сегодня это прозвучало. Для начала. Сердце вообще стареет? Тут, наверное, речь идет даже не о самом сердце, потому что про возраст сердца мы, скорее всего, говорим, когда говорим про состояние его сосудов, про состояние сосудистой стенки. И тут такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, как инфаркт миокарда и так далее, они все связаны со состоянием сосудов, связаны с таким процессом, как атеросклероз, отложение холестерина в стенке артерии. И, наверное, этот фактор сильнее всего связан с продолжительностью жизни сейчас. То есть, чем более выражен атеросклероз в сердце или в других органах, тем с большей вероятностью произойдет сосудистая катастрофа, инфаркт, инсульт, и, к сожалению, жизнь человека прекратится. Это как бы немножечко мрачная история, но, тем не менее, я хотел бы добавить сюда и что-то такого жизнеутверждающего, потому что у нас довольно много способов бороться с сердечно-сосудистым заболеванием. То есть, практически вот все эти аспекты, которые вызывают старение сосудов, мы на них можем повлиять. Просто надо делать это вовремя. Ну, смотрите, технологии примитивной медицины, терапии антиэйдж, что сегодня очень развивается, они, конечно, позволяют продлить жизнь, такую полноценную, активную, довольно на значительное время. Но, с другой стороны, сердце – это же насос, у него вообще есть свой срок эксплуатации? Большинство, а большинство из нас не доживает до того возраста, в котором вырабатывается ресурс сердца как такового. Даже если он и есть, гипотетическим предположим, что он есть, из-за других факторов, из-за инфаркта миокарда, из-за каких-то других факторов, которые потенциально предотвратимы. Вы говорите про антиэйдж, но антиэйдж, наверное, все-таки в первую очередь, это здоровье сердечно-сосудистой системы, это не уколы бутерлинического токсина, это, в первую очередь, конечно, здоровье сердечно-сосудистой, потому что это основной сейчас ограничитель продолжительности жизни во всем мире, во всем мире в целом и в России, в частности, в гораздо большей степени, потому что что-то мы очень сильнее, чем везде умираем. От инсультов и инфарктов, и вот это потенциально, все эти смерти потенциально обратимы. Если не все онкологические заболевания там можно вылечить, хотя в онкологии сейчас произошла революция, и все больше и больше видов рака, видов онкологических заболеваний можно поддерживать как хроническое заболевание довольно долго. Если там болезни Альцгеймера пока нет никаких вариантов лечения этой болезни, то с сердечно-сосудистыми заболеваниями все довольно хорошо. Главное вовремя понять, что нужно делать и начать этим заниматься. Но мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания как раз коварны тем, что они не дают симптомов до поры до времени. Да, вы совершенно точно подметили. Симптомов у большинства состояний, которые приводят к сосудистым катастрофам, нет. То есть при высоком давлении голова не болит, вопреки распространенным заблуждениям. У нас там считается, что при давлении голова не болит, может быть, иногда при давлении голова болит. Но не обязательно. Да, человек с давлением 220, он совершенно может себя прекрасно чувствовать. Но при этом это не исключает разрушительного действия высокого давления на его сердце, сосуды, на его почки, на его головной мозг, на другие органы, потому что сосуды есть везде. При высоких холестеринах никак себя тоже не проявляет, не чешется. И бляшка в сосуде, которая растет годами, десятилетиями, она вот пока она не разорвется, пока на ее поверхности не сформируется тромб, никак себя не проявляет. В большинстве случаев человек просто живет и думает, что у него все в порядке. Поэтому в первую очередь, конечно, нужно смотреть на факторы, которые приводят к развитию сосудистых катастроф заранее. Смотреть на уровень холестерина, на уровень артериального давления, после определенного возраста проверить сердечно-сосудистую систему. По тяжелому наследству до 60-65 лет у папы, мамы, братьев и сестер случились инсульты, инфаркты. Вот тут надо проверить уровень холестерина. Иногда он бывает очень высокий. Тут надо уже решать с врачом, что делать с этим холестерином, потому что холестерин – это не то, что мы наедаем из бургеров и откуда-то еще. Холестерин в большей степени обусловлен наследственностью. Если мы говорим о нутритивной поддержке для сердечно-сосудистой системы, то специалисты говорят о важности общего баланса витаминов и минералов. И профилактический прием, подобранных доктором добавок, как раз помогает его держать. Из специфических для сердца и сосудов выделяют такое важное вещество, как кондзим-Ку-10. После 25 лет его синтез через поступление из пищи резко снижается. Из-за несбалансированного рациона, из-за нагрузок, стресса, болезней. Поддерживать физиологически правильный уровень кондзим-Ку-10 очень важно для сохранения качества жизни, для ощущения здоровья. Почему? Потому что кондзим-Ку-10 участвует в преобразовании поступающих с пищей питательных веществ в энергию. И необходим он для работы сердца, печени, почек легких, словом, всех органов без исключения. При недостатке же коэнзима-Ку-10 развивается повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, снижение работоспособности, мышечная слабость, боли, проблемы с сердцем, нарушение памяти, когнитивных функций и даже симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона. По назначению доктора, профилактически, я принимаю курсом ежедневно нутрикоэнзим-Ку-10 с альфа-липоевой кислотой от СОГР. Во-первых, это поддержка энергетического потенциала сердца. Во-вторых, это мощный антиоксидант. А мы помним, антиоксиданты – это нейтрализация свободных радикалов, как онкопротекция, это также антиэйдж-терапия. И с возрастом синтез подобных веществ снижается в геометрической прогрессии. Каждая капсула нутрикоэнзима-Ку-10 с альфа-липоевой кислотой от СОГР производится по запатентованной технологии, которая позволяет переводить жирорастворимые вещества в субстанции, ну, извините за небольшой экскурс в биохимию, вот в такие вещества, которые растворяются уже в воде, что в разы повышает их усвояемость и, соответственно, эффективность коэнзима-Ку-10. А для поддержки упругости сосудов доктор назначает эстер-Си плюс витамин С 500 мг, тоже от СОГР. Он содержит активный метаболит витамина С. Именно благодаря этому витамин быстрее усваивается и дольше действует в организме, а входящие в состав цитрусовые флавоноиды оказывают также дополнительное антиоксидантное действие. Конечно, это уже совершенно новый уровень витаминов. Сердце работает как мощный насос, выполняя огромную работу. У моей нутритивной программы тоже свой ритм. Курсы тех или иных витаминов важно принимать регулярно. Как я чувствую эффект? Прежде всего, отсутствием тех самых симптомов, о которых я говорила выше. Большей устойчивостью к каким-то сезонным заболеваниям. Вообще общий уровень здоровья. Вот как его измерить? Ну, например, тем, что мое посещение докторов носит профилактический характер в основном. Помните, как мы говорим, важно с возрастом воспитать свое здоровье, а не пользоваться им, а постоянно заботиться и поддерживать. Существует мнение, что, например, женщин довольно долго защищают женские половые гормоны от средств сосудистых заболеваний. Женщины менее склонны к рискованному поведению, женщины менее склонны к разным зависимостям, типа алкогольной, никотиновой зависимости и так далее. Поэтому продолжительность жизни мужчин и женщин в России существенно отличается. Мне кажется, более чем на 10 лет, либо приближается. Причем это интересно, потому что нигде больше в мире нет такой разницы в продолжительности жизни между мужчиной и женщиной. Как в России. Как в России, да. То есть в западных странах женщины все равно живут дольше, но не настолько много, как мужчины. Мужчины прямо у нас вымирают катастрофически. И ориентироваться на состояние здоровья тоже, в общем, женщинам нужно чуть попозже. Если мужчинам точно нужно проверить сердечно-сосудистую систему в 40 лет, потому что в 40 лет, по некоторым 35-40, то женщины 40-45 лет. Ближе к ней на пауз. Чуть попозже наступают проблемы сердечно-сосудистой системы женщин. Вот какие топ-проблем сердечно-сосудистой системы для женщин именно вы можете выделить? У нас проверка, больше 40% людей в нашей популяции имеют гипертоническую болезнь. Гипертония. Гипертония, то есть что такое гипертония? Это не просто высокое давление, но что такое высокое давление, чем оно опасно. Это, я еще раз хочу сказать, что это не проблема с самочувствием, потому что нет такой зависимости, голова болит в одинаковом проценте случаев у людей с высоким, с нормальным, с низким давлением. Проблема гипертонии в том, что высокое давление, во-первых, травмирует сосудистую стенку, разрушает стенку сосудов, можно сказать так, чисто механически ее травмирует, и холестерин из крови проникает гораздо быстрее, и вызывает эти изменения. И потом высокое давление поражает все органы сердца, головной мозг и сердцу. Просто вот если в аорте высокое давление, то сердцу тяжелее перекачивать. И если мы с вами говорим про какой-то ресурс сердца, то в этом случае сердце гораздо быстрее вырабатывает свой ресурс. Так, хорошо. Гипертония. Европейская популяция, где-то порядка 50% людей имеет повышенный уровень холестерина. Атеросклероз – это, собственно, отложение холестерина в стенке артерии. Это универсальный механизм. Можно сказать, что это универсальный механизм старения сосудов. Если есть атеросклероз, то если есть бляшки в артериях, то с этим нужно что-то делать. Важно понять, что такое бляшка, чтобы понять, что нужно делать, как лечиться. Бляшка – это такое образование из наших собственных тканей, такой прыщ в просвете сосуда. Прыщ, который выходит в просвет, у этого прыща есть жидкое содержимое. Это жидкое содержимое состоит из холестерина и иммунных клеток, которые пришли в эту бляшку, объелись холестериной и погибли. То есть погибшие иммунные клетки – это такой вот жидкий детрит, который, если эта жидкость прорвется в просвет сосуда, там есть очень такие вещества, которые нам нужны, эволюционные нам нужны для остановки кровотечения внутри. То есть это тканевой тромбопластин. Если нас кто-то покусал, это вещество взаимодействует с кровью, вызывает сворачивание крови, чтобы кровь остановилась. Вот это вещество, если внутри этого жидкого детрита, если он, этой жидкости внутри, внутри этой бляшки, если жидкость прорывается, то сворачивается кровь на поверхности разорвавшейся бляшки. Она закупоривает просвет. Если просвет сосуд закупоривается, то отмирает часть органа, который этот сосуд кровоснабжает. Если этот сосуд идет к сердцу, то отмирает кусок сердечной мышцы. Мышца-насоса перестает выполнять свою насосную функцию. Это называется инфаркт миокарда, процесс отмирания. А то, что следует за этим, называется сердечная недостаточность. То есть сердце перестает выполнять свою насосную функцию, перекачивать кровь. Эта жидкость начинает задерживаться в каких-то местах, например, в легких. Если закупорка сосуда происходит, например, в головную мозгу, то отмирает часть головного мозга, который выполняет какую-то функцию. Это перестает работать рука и нога, она противоположная относится к стороне. Там нарушается речь. Мне очень нравится, когда нам друзья вот так на пальцах рассказывают, что происходит. Потому что одно дело, когда нам что-то запрещают, это вредно, это полезно. Мы все эти списки знаем. Но когда рассказывают механизм, это очень действенно. Спасибо. Я почему рассказываю этот механизм? Потому что у нас очень много людей в России почему-то боятся препаратов, которые могут сушить вот эту вот жидкость внутри. Принимать статины или нет? Что говорит об этом доказательная медицина? Ну, смотрите. То есть статины – это не вещества, которые снижают уровень холестерина, потому что нам, врачам, он не нравится. Этот холестерин мы испытываем к нему личную неприязнь. Статины – это препараты, которые… Их задача – высушить вот это жидкое содержимое внутри, находящееся внутри бляшки за счет изменения соотношения либо протеидов низкой плотности, либо протеидов высокой плотности. Одни приносят холестеринную бляшку, другие забирают холестерин из бляшки. Вот меняя их соотношение, мы сможем высушить внутреннее содержимое бляшки и сделать эту бляшку безопасной. Бляшка никуда не растворится. И не надо ее растворять. Но она там останется, но будет безопасный. И вот постоянный прием этих препаратов, они, в общем, преследуют такую функцию – снизить риски сосудистых катастроф, инсультов и инфарктов. Вот в этом заключается смысл нашей терапии. А не то, что мы там боремся с каким-то уровнем давления или уровнем холестерина. Мы боремся с уровнем давления и уровнем холестерина для того, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий холестерин в анализах обязательно означает, что уже такие в сосудах бляшки есть? Нет, не обязательно. То есть это комплексная история всегда. То есть это воздействие сочетанное. Иногда бывают ситуации, когда наследственно довольно высокий холестерин. Это, как правило, бывает у девушек на очень низкое давление. И у девушек нет других факторов риска, они не курят. И можно увидеть в 35-40 лет отсутствие бляшек в сосудах даже при высоком холестерине. Но начальные атероскотические изменения все равно будут при этом очень высоком холестерине. И другая ситуация. У мужчины, например, может быть совершенно низкий уровень холестерина. При этом он курит, у него высокое давление. Вот курение химически травмирует стенку артерии. Артериальное давление физически травмирует стенку артерии. Из-за этого возникают микроповреждения. И даже холестерин, даже невысокий уровень. Если у человека в крови, он все равно начинает проникать. Проникает быстрее. И формируется бляшка. Она формируется в довольно молодом возрасте. То есть это такое сочетание факторов, которые повреждают стенку артерии. Способствуют проникновению холестерина в стенке артерии и росту бляшки. Давайте я вам сейчас покажу такие факторы риска для сердца. А вы расположите их в порядке значимости. Я бы разделил курение и алкоголь. Это два разных совершенно фактора риска. Но давайте так. На первом месте курение и алкоголь. Безусловно, каждый из них отнимает где-то по 10 лет жизни. Если мы говорим про курение и минус 10 лет жизни, а алкоголизм еще минус 10 лет жизни. Ну, допустим, алкоголизм. Ну, алкоголизм, да. Не выпивание вечерком. Ну, я не думаю, что там один бокал вечером красного вина повлияет на продолжительность жизни негативно. Хотя, вот последнее исследование, опубликованное в журнале «Ланцет», говорит о том, что нет безопасной дозы алкоголя. Ну, в первую очередь, конечно, алкоголизм. Да, курение и алкоголь – первое место. Как ни странно, вот я бы поставил диабет. Да, считается, что диабет – эндокринологическое заболевание. Но люди с сахарным диабетом в четыре раза чаще умирает от инсультов, инфарктов. И если у человека сахарный диабет, то первое, что он должен сделать, это снизить сердечно-сосудистые риски. То есть он должен получать максимальное количество препаратов, защищающих сердце и сосуды. И в первую очередь статин, несмотря на то, что статин повышает уровень сахара. Какая дилемма, да? Да, несмотря на то, что у них класс эффект, они повышают уровень сахара, они должны быть назначены в первую очередь даже раньше препаратов, которые снижают уровень сахара. Потому что как раз снижение сахара – это такая мягкая конечная точка. А твердая конечная точка – это увеличение продолжительности жизни, снижение вероятности инсультов, инфарктов. Вот диабет, его можно считать, можно догадывать, как такое прям сердечно-сосудистые заболевания с высоким уровнем сахара в крови. Поэтому диабет. Номер третий, да, такой. Высокий уровень холестерина и высокое давление. Наверное, где-то они примерно одинаково. Высокое давление отнимает где-то порядка 5-7 лет от продолжительности жизни. И высокий уровень холестерина – примерно такой же вклад в продолжительность жизни. Да, гиподинамия. Гиподинамия тоже – это порядка 3-5 лет. Это низкая подвижность, да? Низкая подвижность в зависимости от… Подвижный образ жизни. От массы тела от 3 до 7 лет продолжительности жизни отнимает. Ну, и избыточный вес тоже там за счет этого. Стресс – фактор, который сложно оценить, его сложно как-то рассчитать. У нас нет таких маркеров стресса. Понятно, что все в жизни испытывают стресс. Тут важно, как мы к нему относимся, как мы его переживаем. То есть само событие не является там стрессовое событие. Его нельзя ценить. Для кого-то большим стрессом является там потеря какой-то любви вещи. А для кого-то там боевые действия не являются таким уж сильным стрессовым фактором. Но ведь бывают какие-то ситуации жизненные, ну, горе, потери, какие-то конфликты серьезные или очень ответственные ситуации, которые провоцируют какой-то даже сердечный приступ или, может быть, даже инфаркт. Давайте так. Длительный стресс, безусловно, является фактором риска. Но важно понимать, что не сам стресс является фактором, вызывающим инфаркт миокарда. То есть нет такой привязки прямой? Нет, нет, нет. Просто очень многие думают, что вот я там работаю на нервной работе, из-за этого у меня возник инфаркт. То есть, да, нервная работа является дополнительным фактором, но всегда субстратом инфаркта или инсульта, инфаркта является атеросклотическая бляшка. Бляшка в сосуде, там, ну, при инсульте еще мерцательная аритмия, формирование тромба в полости предсердия, которая там может полететь, вызвать инсульт. Вот сначала бляшка. Понятно. А потом уже воздействие стресса. То есть стресс – это провокация. Стресс – это провокация, да, разрыва бляшки. Потому что какой бы стресс, если там маленькому ребенку не купить игрушку, он испытывает такой стресс, что мама дорогая. Но при этом, как правило, с детьми не случаются инфаркты. Ну, потому что там эволюция, о нем заботятся, мы же с вами говорили. И что наследственность на последнем уровне? Ну, наследственность – это просто она, как она проявляется? Она проявляется через уровень холестерина, уровень артериального давления, уровень сахара в крови. У людей, у которых родственники первой линии имели сиротисовистые катастрофы до 60-65 лет, им надо быть очень осторожным по поводу всего того, что мы перечислили. Понятно. А коронавирус, кстати, стал таким дополнительным еще фактором важным, который повлиял в целом на здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди об этом говорят, что у них не было никаких вопросов, проблем, симптомов, а после перенесенного коронавируса они появились. Да, совершенно верно. То есть, коронавирус – это еще дополнительный фактор. Мы с вами с самого начала говорили, что все заболевания сердечно-сосудистой системы – это в первую очередь заболевания сосудов. А коронавирус, он повреждает клетки внутренней оболочки сосудов, повреждает эндотелий, увеличивает вероятность образования тромбов. В ряде исследований показано, что при тяжелом ковиде до 30% людей имели какие-то осложнения в виде образования тромбов в тех или иных органах, в легочных артериях и в других местах увеличилась вероятность инсультов, инфарктов. На фоне вот такой предрасположенности, про которую мы говорим, конечно, сейчас пока этих данных нет, но я так подозреваю, что большинство людей, которые болели ковидом, впоследствии или в момент болезни у них возникли сердечно-сосудистые какие-то катастрофы. То есть основная причина смерти, может быть, даже была сердечно-сосудистая, не в результате понимания. Вы знаете, мы с вами уже сказали о том, что протекают часто такие заболевания бессимптомно и накапливаются, такое нездоровье как бы накапливается. Есть такая серьезная опасность. А что у нас сегодня с диагностикой? Потому что я когда готовилась, я узнала, что ЭКГ была придумана в 1903 году и до сих пор этот метод работает, хотя всем известно, что он даже в моменте, когда происходит какой-то приступ, вполне может и не показать на кардиограмме. Как сегодня выглядят прогрессивные методы диагностики? Да, принято считать, что кардиограмма – это такой метод исследования, когда в извивых, изгибах кардиограммы там зашифровано, что было, что будет, чем сердце успокоится, как у гадалки. На самом деле у кардиограммы довольно низкая предсказательная ценность. Это довольно косвенный прибор, который определяет там разность потенциалов сердца в разных отведениях. И, в общем, можно за два часа до инфаркта снять совершенно нормальную кардиограмму и никак не предсказать его. Человек, который курит сигарету за сигаретой, с высоченным холестерином, с высоченным давлением, ему снимают кардиограмму. Говорят, да, все более-менее в порядке, он уходит довольный, а при этом у него во всех сосудах есть уже бляшки. Бляшки – это бомба замедленного действия. Если мы обнаруживаем бляшку в сосуде, то мы должны обязательно назначить препарат какой-то кардиологический для защиты организма от сосудистых катастроф. Вот те самые, да. Вот хотя бы, да. И при этом мы снимаем кардиограмму, ничего этого не обнаруживаем, человек уходит спокойный. И зачем тогда нужно было такое исследование? Тогда какие исследования нужны, если мы говорим о профилактике? Очень простая история. То есть еще в детстве, ну или хотя бы в 18 лет, узнать уровень своего холестерина. Или вот сейчас в 40. Узнать уровень артериального давления, если оно повышено, если повышен холестерин, пойти к врачу, сделать исследование. Ну, самое простое – делать исследование сосуды артерии и шеи, посмотреть, можно бедренные артерии посмотреть. А вот это и имеет смысл сделать? Да нет, нет. Самые простые – посмотреть артерии шеи. В принципе, на этом базовом этапе хорошему терапевту, кардиологу достаточно для того, чтобы оценить риски сречисосудистых заболеваний. У нас есть какие-то калькуляторы рисков, которые помогают нам понять, нужно человеку принимать препараты или не нужно. Какой риск у него получить инсульт в ближайшие 10 лет? Какой риск получить инфаркт в ближайшие 10 лет? Эти калькуляторы – таблица SCORE, калькулятор атеростоп, английский калькулятор QRISC и масса других калькуляторов, которые при определенной ловкости может каждый человек их освоить. Есть же такое понятие в народе, что называется «моё рабочее давление». И оно с возрастом часто, люди говорят, «моё рабочее давление теперь изменилось». Вообще, насколько, например, действительно отличаются люди по психотипу, и там их нормальное давление. Например, холерики, сангвиники – это люди, которые, ну, кажется, что живут вообще на другом моторе, да, и у них вполне может быть рабочее давление. Норма, там, 130 на 90, а не 110 на 70. Что вы об этом скажете? До сих пор для меня это загадочное выражение «моё рабочее давление», что оно означает. Мне кажется, оно связано с тем, что у гипертонии нет симптомов, и люди, которые измеряют давление до уровня 160 на 100, например, а у них ничего не болит, они такие «ну, значит, мой организм такой строит, значит, это моё рабочее давление». Тут важно понимать, что давление должно быть ниже, чем 120 на 80, ну, желательно. Точно ниже, чем 130 на 85. Если оно выше, то это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск ранних инсультов, инфарктов. Поэтому с этим так или иначе нужно разобраться каким-то образом, если оно незначительно повышено, то немедикаментозными способами, если значительно повышено, если вот те самые 160 на 90, то это точно терапия, терапия артериального давления. Если 160 на 90 на 100, то, скорее всего, это будет комбинированная терапия, то есть сразу с комбинацией препарата. С одного препарата, даже в максимальной дозировке, от одного препарата в максимальной дозировке толку не будет. Мы можем что-то сказать о низком давлении? Я хотел сказать, что просто не надо пропугаться низкого давления. Многим ставили на фу низкого давления девушкам не существующее заболевание, какое-то в виде сосудистой дистании и так далее. Но, как правило, это очень распространенная ситуация, когда у молодых девушек да и, в общем, давление не очень высокое, это влияет на продолжительность жизни только позитивного образа. Хотя на качество жизни влияет не очень. Потому что слабость, головокружение, вот это все, ну, плохо надолго так. Шутят, может быть, не очень неудачно. Вы знаете, мне не однажды попадалась информация о том, что низкий пульс способствует долголетию. Это так? До определенного момента. То есть я вообще в большинстве случаев мы можем сказать, что вот есть какая-то у-образная зависимость. То есть там совсем низкий пульс плохо, совсем высокий пульс плохо. Есть какое-то правило золотой середины. Ну, наверное, всего касается. И физической активности, и веса, и всего. Друзья, 26 июня не пропустите уникальное событие лета. Международный онлайн-саммит для женщин Forever Woman. Саммит для женщин и про женщин, про нас с вами. Как справляться с неопределенностью современного мира? Как сохранить свое здоровье, физическое, эмоциональное, психологическое? Обновить свои жизненные программы, сделать это правильно? Как генерить витальную жизненную энергию для себя и для близких, потому что женщина строит свои маленькие миры вокруг себя? Психология, здоровье, красота, основы жизненного равновесия женщины и главные темы нашего саммита. 12 потрясающих спикеров из разных стран мира. Из Америки, Европы, России. Мы соберемся вместе сквозь границы и разобщенность нашего времени. И вы сможете подключиться, где бы вы не очутились 26 июня в день проведения саммита. В офисе, на работе, в пути или уже на вашей даче. Как найти новые точки опоры? Это очень важно. Как выйти из сложного периода? Как за что удержаться? Как важно любить свою жизнь? Она ведь у нас одна. Саммит – это не рассуждение, это программа действий, это практики, которые останутся с вами после и позволят по-новому собрать, пересобрать пазл нашей жизни. Саммит Forever Woman – онлайн саммит. Вы можете подключиться из любой точки, где бы вы ни оказались. Он будет проходить с 12 часов до 17 часов по Москве. Вы, те, кто зарегистрировался, получаете доступ к записи саммита на 3 месяца. Конечно, самое интересное – это подключиться к саммиту и иметь возможность задать нашим потрясающим экспертам, которые собраны на одной площадке, в одно время задать свой вопрос и получить ответ. Так что мы вас все ждем. И я уверена, что Саммит Forever Woman – это такая тропинка женщины к самой себе, вот в этом сложном, меняющемся мире. Это наше вдохновение, это наше новое решение, это новый взгляд на жизнь и это начало нового периода. Мы вас все ждем. До встречи. Если мы говорим о влиянии менопаузы на здоровье сердца и сосудов для женщины, что здесь самое важное мы можем выделить? Менопаузы увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний. И если у женщины случилась менопауза, если женщина до этого момента не прислушалась к здоровью сердца и сосудов, то это самое время этим заняться. Смотреть те самые факторы, провериться. То есть это мы можем просто отнести к факторам риска для женщин 40+. А как гормонозаместительная терапия влияет на здоровье сердца и сосудов? Потому что очень много вопросов об этом возникает. И в кабинете доктора, гинеколога, эндокринолога можно услышать от доктора, что гормонозаместительная терапия может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. На незначительный процент увеличивается риск образования тромбов и вот этих сосудистых катастроф за счет именно действия гормонов. Тут важно понимать, кому противопоказана гормонозаместительная терапия. Она противопоказана курильщицам, женщинам, которые курят сигареты. Нельзя ни в коем случае, потому что у них очень сильно увеличивается риск этих самых катастроф. Вот если вы ничего не делаете для собственного здоровья, но просто бросить курить, это гораздо важнее, чем все остальное, чем все остальные попытки, там все ваши вот эти вот витамины, там смузи, детоксы где-нибудь в каких-нибудь экзотических санаториях. Вот для вашего здоровья гораздо важнее бросить курить, чем все это вместе взято. Вы уже сказали про стресс, что он является скорее таким провокатором проблем с сердцем и сосудами. И вопрос, может быть, сейчас мой не медицинский, а такой больше философский. Вообще сердце функционально различает отрицательные, положительные такие сильные эмоции. Или ему любые вредны сильные такие эмоции. Есть же такой синдром разбитого сердца. Да, синдром разбитого сердца это есть. Такое заболевание называется синдром токацуба. Правда, редкая болезнь. Там такое удивительное сочетание бывает чаще всего у женщин, которые находятся в очень большом горе. Причиной поражения сердечной мышцы является спазм артерии. Из-за очень сильных переживаний у некоторых возникает выраженный спазм артерии в сердце, коронарной артерии, которые приводят к отмиранию сердечной мышцы или там к может быть не окончательному отмиранию или к замиранию гнибернации сердечной мышцы. Она перестает выполнять свою насосную функцию, возникает сердечная недостаточность и возникает вот такой синдром. Но в продолжении этой темы как влияют на сердце и сосуды антидепрессанты и снотворные? Женщины этим увлекаются? Ну, давайте так, антидепрессанты все-таки должны назначать врачей, должны назначать по показаниям. Депрессия это заболевание, которое... Это заболевание, во-первых, да? При депрессии нельзя там ничего... Самолечения. Да. Нельзя заниматься самолечением, нельзя сказать человеку, да, соберись, тряпка там, что-то такое. Депрессия тревожное расстройство. По европейским данным, это состояние, которым болеет где-то больше четверти населения европейского, наверное, российского тоже. Вот, между тем, люди, которые там лечат депрессию в нашей стране при помощи препаратов либо при помощи когнитивно-поведенческой терапии, их невероятно мало. Вот где все остальные люди с депрессией, с тревожными расстройствами? Ну, окей, часть людей с тревожными расстройствами лечат непонятно чем, лечат непонятно какое заболевание под названием видит сосудистой дистонии. А вот депрессия, да, то есть часть, наверное, заливает заливается алкоголем, который является, собственно, сам депрессантом. То есть поначалу становится немножко легче, а потом на следующий день состояние только усугубляется, поэтому очень высокий уровень там сумму убийств может быть связан как раз с тем, что мы неправильно подходим к этому. Поэтому я-то не против антидепрессантов ни с какой стороны. какие бы там они ни были, они могут повлиять на удлинение интервала КУТЭ и так далее. Назначать должен врач, нужно проконтролировать там кардиограмму и так далее. Не надо самому себе назначать антидепрессанта, потому что грустно. Ну, должен назначить там какая-то шоколад депрессии, там Бека может быть, там нужно пройти какое-то обследование. вот я призываю к тому, чтобы пойти к психиатру. У нас не любят ходить к психиатру, но психиатр это тот человек, который умеет антидепрессанта, он умеет назначить препарат, в отличие там от других специалистов, которые назначают, неврологи, там кто-то еще психологи пытаются это сделать. Должен назначить специалист, но у нас просто не ходят к психиатрам. Если уж мы затронули тему каких-то препаратов и лекарств, я всегда призываю, друзья, вы знаете, что даже витамины рекомендуется пить по назначению доктора, не говоря уже о каких-то серьезных препаратах, тем более для сердца. Но часто слышу, что там кто-то назначает себе сам, пьет таблетки для разжижения крови. Разжижать кровь полезно? Ну, по назначению врача полезно, а без назначения врача, то есть это вот как раз та самая ситуация. У любого препарата безусловно есть побочные эффекты. У любой медали есть две стороны. Вот когда вот как раз на препараты для разжижения крови это очень четко видно, да, препарат. Вот одна сторона медали разжижает кровь и мешает вероятность образования тромбов. Другая сторона медали увеличивается риск кровотечения. Всегда, если какое-то вещество, биологически активная молекула что-то делает в нашем организме, у этого воздействия есть побочный эффект. Поэтому, если человеку говорят, что вот наш лекарственный препарат он без побочных эффектов, сразу вызываются очень большие сомнения. Если ты что-то делаешь, побочный эффект в любом случае должен быть какой-то. Потому что и сам лечебный эффект является побочным эффектом для некоторых ситуаций. разжжение крови риск кровотечения при других ситуациях. Если у человека, например, есть открытая язва, если человек полезен, у него гораздо дольше будет кровить. Поэтому, если вам говорят, что лекарственный препарат без побочных эффектов, значит, скорее всего, вас обманывают. Либо эта молекула ничего не делает в вашем организме, а все его положительные эффекты связаны с эффектом плацебо. Большое исследование, которое было опубликовано, оно показало, что люди без каких-то выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, без инфарктов, инсультов, без больших атероскалитических бляшек, если они начинают пить препарат, например, тот же самый аспирин, у них побочный эффект аспирина, а аспирин один из самых гастротоксичных препаратов, то есть он вызывает язвы желудка сильнее всех остальных препаратов, неважно даже в какой форме, уменьшает производство слизи, начинает разрушать стенки желудка, возникает язва, язвенные крылотечения, вот эти вот предотвращенные за счет приема аспирина инсульт-инфаркты, они уравновешиваются количеством язвенных крылотечений, вот без показания, просто так там попить, прожжать кровь, это не самая хорошая идея. Хорошо, понятно, приняли. Вы знаете, перед вами уже проходит очень много людей, вы их лечите, это разные судьбы, разные личности, и хочется вам иногда сказать вот так, не по-врачебному, а как по-дружески, да, слушай, если бы ты вот это не делал, если бы вот ты так не жил, так не поступал, так не думал, у тебя бы не было таких проблем. Собственно, астезия поляризатора, она как раз в этом заключается, но у человека должен быть запрос, если я подойду к своему другу, у меня есть друзья, которые выпивают, курят, и образ жизни которых не соответствует тем, тем моим представлениям о здоровом образе жизни, да, если я просто подойду и скажу, ну вот, там, курить вредно и так далее, ничего не произойдет. Если человек придет ко мне, мой друг ко мне обратится, вот когда он созреет, как яблочко нальется, скажет, я вот курю, у меня избыточный вес, там, у меня высокое давление, что мне делать? Я ему расскажу, вот есть такая стратегия от курения веса, что никотин не является проблемой, ты можешь получать никотин любыми другими способами, кроме курения, собственно, аналога сигарет, вот, там, пластыри, жвачки с никотином, потому что никотин даже не канцероген, вот, самое главное не получать через легкие в свои сосуды продукты горения. А вот эти кальяны, вейпы? То, что там, вейп, вейп, там, может быть, как вариант, переходный этап, как переходный этап можно использовать вейп, в кальянах есть продукты горения, даже если там нет никотина, там есть продукты горения, проблема не в никотине. Никотин – это наркотик, который просто заставляет нас курить снова и снова, да, проблема в продуктах горения. Вот, давай там, вот такая никотинозаписительная терапия, такая у нас стратегия, вот есть еще, вот есть еще такие препараты, которые блокируют чувство удовольствия от выкоренной сигареты, вот, можно их вместе с сигаретой там использовать, и тогда тебе будет легче с сигаретой расстаться через какое-то время. Ты принимаешь этот препарат, куришь, и через две недели бросаешь. То есть, если человек приходит ко мне с запросом, я ему расскажу. Но это везде, вся наркология построена на том, что нельзя человек привезти за шкирку, и чтобы я не говорил, ничего не произойдет. Эркология. Благодарим за помощь в организации этой съемки отель «Рэдисон Коллекшн Москва», где можно провести не только прекрасный уикенд в самом центре столицы, но и деловые встречи, конференции, переговоры. Обстановка здесь комфортная, красивая, а это очень важно, согласитесь, для успешных деловых переговоров. Давайте поговорим, наконец-то, про факторы здоровья. Ну, наверное, нужно исключить факторы риска для начала. И, конечно, мы поговорим про питание, про физическую нагрузку и про образ жизни, да? Давайте проверим, наверное, здоровье. Давайте. Проверили здоровье. Все про него поняли. Все факторы исключили. Лишились всяких иллюзий по поводу того, что можно за счет, если невероятно высокое уровень холестерина или невероятно высокое давление, можно за счет спорта, снижения веса, и того гипотетического снижения веса, можно все это пофиксить. Вот, значит, решили вопрос там по давлению, по холестерину, по всему остальному. Значит, пошли и стали заниматься физической активностью. Физической активностью нам не нужны какие-то там рекорды, не нужно, чтобы вы там пробежали триатлон. Нужна просто какая-то базовая физическая активность. Я объясню, там есть физиологические механизмы, они связаны с тем, что во время физонагрузки мы вырабатываем определенные полезные молекулы, которые, и обуславливают наше здоровье. Например, после того, как мы позанимаемся, у нас давление снижается на 10-20 единиц, то есть, или тренировки, и это снижение давления сохраняется порядка восьми часов. То есть, это сродни действию какого-то антигипертензивного препарата. Занятие за счет того, что вырабатывается молекула оксида азота, которая расширяет во время физической нагрузки, расширяет сосуд. Понятно, что во время физической нагрузки давление повышается, но потом снижение давления в течение восьми часов настолько сильно компенсирует кратковременное повышение, что вот способ контроля давления. То есть, регулярно давать себе кардио-нагрузку, ходить на работу, с работы пешком. Физическая нагрузка, она должна быть встроена в нашу повседневную жизнь. То есть, если мы там думаем, что вот мы сейчас купим карточку в фитнес-клуб, и тогда станем прям спортсменом. Такого не происходит. Нужна кардио-нагрузка, да? Нужна кардио-нагрузка. Плавание. Я очень скептически отношусь к кардио-нагрузке в виде плавания, потому что это затейливая штука. Нам нужна регулярная кардио-нагрузка, ежедневная. Вот логистика плавания, она сложная. Надо дойти до бассейна, поплавать, потом посушить волосы. Долго все. Она должна быть, именно физическая нагрузка должна быть встроена в нашу повседневную жизнь. То есть, пойти на работу, с работы пешком, просто бросить машину наконец-то, начать где-то стараться, например, не подниматься, просто дать себе вот за руку, как говорил Чапаев. Да, всегда по возможности подниматься пешком по лестнице. Подниматься пешком по лестнице, да. На 17 этаж. При каждом удобном случае едет порядка час в день, да и на 17 этаж. А чего нет? Тогда можно в общем потренироваться. Мне не понравилось. Значит, ну вот порядка часа в день прогуливаться с собакой. С собакой, кстати, в отличие от того, что продлевают жизнь, видимо, поэтому. Вот такая нагрузка. Плюс нужно 150 минут в неделю минимум. 150-300 по Американской кардиологической ассоциации нагрузки, которая вызывает одышку легкую. То есть что-то какое-то вот у вас должно быть там два-три часовых занятия в неделю. Должно быть какого-то танца, танца там, вот то самое плавание, там, велосипед, все что угодно. На самом деле вы можете прямо придумать себе там занятие балетом, боксом, что угодно. рекомендую еще силовую нагрузку. Это не столько про сердце, сколько про здоровье суставов сосудов, про сохранение плотности кости. Особенно женщинам силовые нагрузки нужны именно как профилактику остеопороза. Еще я слушала вашу лекцию про долголетие. Очень интересная мысль там прозвучала, что важно не только регулярность занятия физической нагрузкой в течение недели и вообще в образе жизни, но еще очень важно сократить количество таких часов скажем лени или не лени, но не знаю какого-то гиподинамии в течение дня. То есть должен быть дневной ритм смены какого-то сидения за компьютером плюс какого-то движения. Это очень важно. Сократить количество вот этих неподвижных часов. Важно понять сам механизм. То есть у нас во время физической нагрузки вырабатываются в сосудах фондотелия и сосудах полезные молекулы. Эти полезные молекулы их нельзя заготовить впрок. Они разрушаются через какое-то время. Поэтому бессмысленно заниматься один раз в неделю семь часов подряд играть в футбол. Никакой пользы здоровья такого однократного сплеска физической активности нет. Потому что мы не способны накопить эти молекулы. Они разрушаются. Ну и соответственно если они разрушаются то нужно это делать регулярно с пленой частотой. Желательно раз в день давать себе физическую нагрузку. Потому что как на свадьбе у богатого друга нельзя наесться этой икрой вперед на неделю. Так и нельзя вырабатывать этих молекул которые вырабатываются во время физической активности и которые снижают давление снижают уровень холестерина снижают уровень сахара в крови в целом снижают воспаление внутрисосудистое а именно внутрисосудистое воспаление является основным фактором развития возраста зависимых заболеваний инсультов инфарктов онкологических заболеваний и так далее. Вот эти полезные молекулы они снижают эти воспалительные маркеры в сосудистой стенке в межклеточном матриксе. И желательно делать регулярно. И вот про поддержание какого-то веса, своего веса. Что такое норма? До какой степени похудеть? О чем мечтают все женщины? Это же такая тоже не точная наука, субъективная оценка. В первую очередь мы должны ориентироваться не на вес, а на здоровье. У нас должна быть совсем другая цель. Я понимаю, многих женщин, многих мужчин, себя понимаем. Нам кажется, что нужно обязательно там вот скоро будет вечер встречи выпускников, нужно обязательно забросить вес, чтобы там зайти, и все прямо упали в разные стороны. Но задача все-таки сохранить, при этом сохранить здоровье. Потому что сейчас все очень плохо относятся к слову диета. Потому что диета это что-то какой-то вот такой очень краткосрочный план по снижению веса. И там женщинка этого на все хоть раком заболеть, чтобы чтобы там вес снизился. Ну, я безусловно утрирую. Не хотелось бы, чтобы меня неправильно поняли. Но, тем не менее, готовы использовать различные препараты без доказанной эффективности, различные стимуляторы. Я... Ну, там, что делают? Пьют слабительные, пьют мочегонные. Только чтобы снизился вес. В целом, вот и есть прекрасный фильм Брэквирин по мечте. Он все... Там все показано. Там как раз то самое красное платье, в которое женщина хочет попасть. И вот что она делает при помощи этих... Да. При помощи этих препаратов там все показано. Брэквирин поисловно избыточный вес это проблема. Важно воспринимать отложение жира в районе живота, висцеральный жир, как такой опухоль, которая продуцирует большое количество воспалительных цитокинов. Сейчас уже все знают, что такое цитокины. Такие молекулы, с которыми клетки общаются между собой. Вот воспалительные цитокины, они приводят к воспалению, в том числе в стенки сосудов, к повреждению, к развитию атеросклероза, инсулинорезистентности, онкологических заболеваний и так далее. То есть вот избыточный вес, висцеральное ожирение. Поэтому нам надо уменьшить размеры висцерального жира. Даже там небольшой объем жира в районе живота может создать проблемы со здоровьем. Есть там определенные показатели по объему талии, выше которого уже точно это не полезно для сердца и сосудов. Значит, следующий момент. Нужно исследование показать, что мы не столько едим много вредной еды, сколько не едим полезной еды. Вот очень важно... Не доедаем полезные еды. Не доедаем, да. Не доедаем полезные еды и очень важно всем нам есть как можно больше полезной еды. Тогда, может быть, компенсаторно мы не будем есть те вредные продукты, про которые мы сейчас поговорим. В первую очередь мы не едим овощи-фрукты. Надо их есть. Их надо есть. Со словом, да, по этой ситуации, ешьте овощи. Захотелось вам перекуса, пусть это будет не печенька, пусть это будет какая-нибудь морковка, какой-нибудь сельдерейщик и так далее, то есть в рот. Если у вас есть перекусы, то, пожалуйста, это должны быть овощи. Надо съедать очень много той самой растворимой клетчатки. Надо съедать женщинам 25 грамм минимум, мужчинам 30-35 грамм. Растворимая клетчатка из овощей и фруктов ее получить довольно затейливо. Если вы будете ввести какие-то дневнички, какие-то калькуляторы, которые подсчитывают количество белков, жиров, углеводов и клетчатки ваших продуктов, вы поймете, что надо съедать довольно много от 400 до 800 грамм овощей и фруктов в сутки. Мы берем на наши тарелки, неважно, завтрак, обед, ужин, половина тарелки по объему должны составлять овощи и фрукты. Рекомендация съедать овощей, овощную радугу за неделю. То есть это овощи и фрукты разных цветов. Да, потому что овощи и фрукты антоциан, сапонина и так далее, которые влияют на нашу биоту. Про биоту это отдельная история. Наверное, у вас есть специалисты, которые про нее хорошо расскажут. Но чем разнообразнее наше питание, в плане чем разнообразнее у нас будет набор, чем разнообразнее будут цвета тех овощей, которые мы едим, тем лучше будет наш биот, тем разнообразнее будет микробиом. Именно разнообразие, а не отдельные какие-то бактерии в кишечнике, а вот максимальное биоразнообразие обеспечивает нас максимальное здоровье, в том числе и сердечно-сосудистой системы. На второй половинке что ли? На второй половинке там углеводы, желательно есть цельнозерновые какие-то продукты. Но здесь вот про цельнозерновые скажу, что очень полезный навык научиться читать на упаковке то, что написано. Это прямо... Потому что я тут пытался найти цельнозерновой хлеб в магазинах, и для меня было открытие, что большинство хлеба, который позиционирует себя как цельнозерновой, ну, это такая очень странная. Это там мука высшего сорта, покрашенная, и туда добавлены просто семечки подсолнуха. Не о каком, конечно, цельнозерновом хлебе тут речь не идет. Цельнозерно – это когда нешлифованное зерно с оболочкой... А что должно быть написано? Вообще вы встретили в итоге... Да-да-да, какая-то обдирная мука. И вот такие продукты. Не белая мука, не шлифованный рис, а там бурый нешлифованный рис с какими-то элементами оболочки максимально полезны. Там как раз вот этим питаются наши, опять же, бактерии, и мы делаем их хорошо. Что еще? И верхняя часть – это белки. Белки наряду с животными белками, где-то половину должны составлять растительные белки. Бобовые орехи. Бобовый вообще суперпродукт, потому что там есть и волокна, там есть и белок, там есть углеводы. В общем, бобовые должны быть. Желательно использовать растительные источники белка, какое-то оливковое масло, потому что вот сейчас, только сегодня ехал, читал исследование, новое вышло исследование наших испанских коллег, которые показали, что по сравнению с обычной низкожировой диетой, средиземноморская диета на 35% ниже риск сече сосудистых заболеваний. Просто добавляется оливковое масло. Средиземноморская диета считается, что в России там сложно поддерживать средиземноморскую диету, но на самом деле есть аналоги. Средиземноморской диеты есть аналогичный продукт, который можно найти и у нас. Рыба, ради бога, у нас есть очень много там рыбы, которая плавает в холодных морях, которая является прекрасным источником омега-3. Палтус и судак, не обязательно семгу есть. Не обязательно семгу есть, причем семга, скорее всего, она будет выращена искусственно, а если не кормить рыбу добавками с омега-3, то никакой омега-3 у нее в организме не будет. Поэтому лучше рыбу, которая выловлена в северных морях, это треска, это скумбрия, это сельдь, прекрасный белок. Значит, красное мясо до 50 грамм в день. Нет никаких ограничений по поводу того, чтобы совсем там, никто не призывает совсем отказаться от красного мяса. Его, в принципе, можно есть, но без фанатизма, потому что все-таки избыточное употребление. А жиры? Ну, например, авокадо. В авокадо, наверное, максимальное количество волокон из всех продуктов, поэтому авокадо... Тоже клетчатки. Очень полезное, да. В авокадо прям супер. А давайте, Алексей, еще про бокал красного вина. Британские ученые говорят о том, что один бокал хорошего красного вина это 125-150 миллилитров, а не 250, конечно. А регулярно за ужином очень хорошо. Для здоровья сердца в частности. С другой стороны, мы знаем средиземноморская диета, одна из самых популярных, полезных вообще для здоровья. Она включает вообще регулярное употребление. Мы знаем прекрасно Италия, Франция, Испания, вообще многие страны Европы. Это не только один бокал за ужином, это еще и обед, а иногда и шампанское на завтрак. И это в бытовой культуре, да, укоренено. И ни о каком алкоголизме не идет речь. Как? Идет. Конечно, конечно. Алкоголизм – это диагноз. Алкоголизм – диагноз. Мы можем, человек может пить бокал красного вина и не быть алкоголиком, и, в общем, не пить ничего и быть алкоголиком. Во-первых, если человек – алкоголик, он посмотрел по таблице аудит, и у него есть проблемы с алкоголем. Ему ни в коем случае нельзя пить алкоголь, потому что алкоголь – это как 100 грамм, не стоп-кран, держнешься, не остановишься. Ну вот, это потеря контроля за количество выпитого и так далее. Если у человека он пьет алкоголь в рекреационных целях, и у него нет никаких проблем, то, ну, в принципе, одна доза алкоголя для женщины и две дозы алкоголя для мужчин в день – эти дозы не суммируются. Нормально. Но в среднемноморской диете это действительно прописано, но эта диета была прописана еще до того, как появилось вот это вот исследование в Ланцете, про которое я говорил, что нет безопасной дозы алкоголя, что алкоголь – это канцероген, он вызывает там 8 видов рака, все раки желудочно-кишечного тракта, ассоциируются с этими онкологическими заболеваниями, его чрезмерное употребление приводит к развитию онкологических заболеваний, раку печени, раку молочной железы у женщин. Есть такая ассоциация. Среди сосудистых заболеваний, повышение артериального давления, мерцательная аритмия. Есть такой термин «сердце выходного дня», когда человек выпивает, на следующий день у него впервые возникает приступ мерцательной аритмии, который является жизнеугрожающей аритмией, потому что там формируется тромб, и этот тромб может вызвать инсульт. А что вы скажете про кофеин? Удивительная история. Большинство исследований про кофеин не так, чтобы сильно его ругают. Может быть, эти исследования спонсированы какими-то кофейными баронами, но то, что мы видим, в общем, кофеин довольно безопасен при умеренном употреблении. При умеренном? Ну, одну, две, три чашки эспрессо. Эспрессо, ну, или аналоги, да? Если в граммах, то 400 грамм кофеина в сутки довольно безопасны. Если они выпиты в первой половине дня. Алексей, ну вы, конечно, нам сегодня дали очень много важной, полезной и новой во многом информации. Спасибо вам большое. Да, спасибо, спасибо, что пригласили. Будьте здоровы. Друзья, мы, наверное, давайте с вами все это как-то осмыслим. Вы напишите в ваших комментариях вопросы, которые вас еще интересуют, вообще любой ваш отклик. Каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий помогает нашему каналу существовать просто в это такое непростое время. Помогает видеть это видео, полезное другим зрителям. Вот так работает YouTube. Поэтому, пожалуйста, ждем ваш отклик. Берегите себя, свое здоровье, свое сердце и до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok